Когда вы говорите, что я и мое тело должны быть вместе, это мне понятно. Но ведь ум может блуждать, мы с ним не всегда вместе. Вот я сижу здесь, но мой ум может быть где-то еще. Так что иногда мы существуем раздельно, хотя иногда он со мной. Это мой первый вопрос. Давайте сначала разберемся с этим. Ваш ум тоже никуда не отправляется. Он здесь и только думает о чем-то. Разве он куда-то отправляется? Ваш ум никуда не отправляется. Он здесь и думает о чем-то другом, но он по-прежнему здесь, не так ли? Ни ваше тело, ни ваш ум, ни вы сами никуда не отправляетесь. Они всегда составляют одно целое. Если вы хотите чего-то добиться, вам нужно делать то, что работает для каждого из них. Вы не можете управлять ими по отдельности. Они всегда вместе, не так ли? Ваш ум никуда не уходит. Вы что, потеряли его? Просто вас обманывает воображение вашего ума. Он находится здесь и что-то воображает. Но ум никуда не девается. Но вы настолько отождествлены и потеряны, что думаете, что ум куда-то отправляется. Ум никуда не уходит. Он здесь, не так ли? Вам необходимо понять следующее. Ваш ум продолжает создавать неконтролируемый, нескончаемый поток мыслей потому, что вы отождествили себя с тем, чем не являетесь. Как только вы отождествляете себя с тем, чем вы не являетесь, ваш ум начинает работать без остановки. Вы идентифицировали себя самыми разными вещами и теперь пытаетесь остановить свой ум. Говорю вам, даже если вы будете пытаться в течение тысяч лет, этого не произойдет. Это просто невозможно. Если вы отбросите свое ложное отождествление, тогда вы увидите. Сразу же ум станет подобен зеркалу. Он не будет ничего добавлять от себя. Он всегда просто будет отражать все, как есть. Вот каким должен быть ум. Ваш ум — это механизм, который работает наилучшим образом только когда в нем есть ясность. Не так ли? Ваш ум здесь не для того, чтобы придумывать разные нелепые штуки. В жизни это отвлекает. Ваш ум здесь для того, чтобы дать вам ясность и проницательность по отношению к жизни. Но сейчас ум — это одно сплошное замешательство. Просто потому, что вы отождествили себя с тем, чем не являетесь. И сейчас вы пытаетесь держать это. Это невозможно сдержать. Вы съели плохую пищу, и теперь в животе возникают газы. Вы не можете их сдержать. Вы съели плохую пищу, и наступили последствия. Вы ошибочно отождествили себя со многими вещами, и теперь это просто продолжается без прерыва. Вы не можете это остановить, что бы вы ни делали. Если вы будете думать о Боге, то сам Бог отправится с вами куда-то. Вы сидите здесь и пытаетесь медитировать. Но вы думаете о баре, о ресторане, о своем друге, о кино или о чем-то еще. Кто-то сказал вам, что надо думать о Боге, и все будет хорошо. Если вы будете думать о Раме или о Кришне, то увидите, что отправитесь в кино с Рамой. Такова природа ума. Рама отведет вас в бар, Рама отведет вас в ресторан. Вы не можете это остановить, потому что вы идентифицировали себя с тем, чем не являетесь. Тогда это невозможно остановить. Здесь мы не пытаемся контролировать ум. Мы хотим принести осознанность относительно того, чем вы не являетесь. Самое базовое отождествление — это ваше тело. Вы отождествлены с вашим телом, с одеждой, которую носите, с прической и с бородкой тоже. Не правда ли? Вы очень даже отождествлены. У вас бесчетное множество отождествлений. Жена, дети, семья, образование, религия. И со всеми этими отождествлениями вы хотите, чтобы ум был тихим. Так не бывает. Вот почему мы даем вам простой инструмент, который называется шуния. Вы создаете небольшую дистанцию между вами и вашим умом. Как только появляется дистанция, даже если у вас очень активный ум, это не будет иметь значения. Вы разъединяетесь с умом. Как только вы разъединитесь с умом, вы разъединитесь со всеми своими отождествлениями, потому что их производит ум. Не так ли? Так что не придумывайте ничего. Просто используйте этот инструмент. Произойдет такое, что вы даже представить себе не можете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...